Вечерний вечер. Вечерний вечер. Вечерний вечер. националистов-1 после модернизации предлагает посетителям широкий выбор сопутствующих товаров и продукцию общественного питания. Мы дорожим вашим временем. Беларусьнефть. Заправляйтесь со вкусом. Ну, мы готовы знакомиться с гостями. У нас в гостях тренер по стрельбе из лука Денис Беляцкий, его воспитанники Глеб Ланцев и Никита Приставко. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис, ну вопрос, наверное, к вам. Расскажите, как вы заинтересовались вообще таким оригинальным видом спорта, как стрельба из лука? Сколько лет уже практикуете, да, эту самую стрельбу? И, собственно, ну каких успехов, может быть, уже удалось добиться в этом виде спорта? Ну, начинал банально. Пришел тренер в школу делать наборы, заинтересовался. Благо, около дома находится секция. Сразу пришел, понравилось. Были проблемы с родителями, не очень хотели меня отпускать туда. Это сколько лет назад? Мне было 12 лет, получается, 17 лет назад. Но это было не в Витебске? Это я родом из Могилева. Потому что у нас еще ни разу не было такого, чтобы кто-то пришел и сказал, что пришел тренер из секции стрельбы по луку. Но вообще в Витебске до 97-го года была секция стрельбы из лука на базе технологического университета. В Советском Союзе существовали разные кружки. Школы, да? А, кружки. Ну, я бы сказал, буревестник, он занимался студенчеством. Там красное знамя, трудовые резервы, более специализируется на тем, кто уже работает, и можно было заниматься. Детские школы занимались детьми, то есть там все было. И в Витебске как раз-таки был развит буревестник, то есть на базе технологического университета. Раньше еще был и в медуниверситете, и в педагогическом даже. Но выжило как бы технологическое университет. Но это было такое больше как хобби, или это был уже серьезный спорт? Это уже довольно серьезный, потому что студентам давали выбор, либо они идут на физкультуру, либо они занимаются стрельбой из лука профессионально. Слушайте, ну вот мы узнали за кадром, когда готовились к передаче, о том, что такой вид спорта, как стрельба из лука на Олимпийских играх, представлен уже довольно давно. Наши спортсмены, белорусские, они добивались когда-то каких-то успехов? Да, вот, пожалуйста, в Токио сейчас в 2021 году четвертое место женская сборная заняла. Это довольно серьезный результат. Мы впервые, во-первых, выставили женскую команду на Олимпиаде, и получили лицензии, и вот сразу неплохое выступление. Ну вот занимаясь в секциях, в каких-то кружках, которые существуют, как мы узнали довольно давно, в том числе в нашем городе, можно ли претендовать на участие, скажем так, в каких-то крупных турнирах, либо таких спортсменов, которые добиваются успехов вот на таком серьезном уровне, их готовят где-то в другом месте? Претендовать еще раз? Ну, я имею в виду, есть ли какая-то школа, да, может быть, ну, которая готовит спортсменов, которые, ну, там, в будущем смогут представить, допустим, нашу страну на Олимпиаде? Либо вот эти спортсмены, которые впоследствии представляют нашу страну, они вот все выходцы из подобных кружков? Совершенно верно. Вот у нас, мы когда открывали, мы с самого начала открыли на базе с дешор профсоюзов «Виктория» по велосипедному спорту. Мы открыли отделение стрельбы из лука. Вот на данный момент все мы, это воспитанники, все мои дети, это воспитанники вот этой профсоюзной школы. С сентября месяца мы немножко развились, и мы открыли уже в комплексном центре Олимпийского резерва отделение стрельбы из лука. И, соответственно, дальнейшее развитие, дальнейшее продвижение спортсменов мы уже передаем следующему звену. И вот это звено, оно уже специализируется именно на спорте высших достижений, на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских игр. А вас одного достаточно для преподавания? Или есть еще команда людей? Нет, недостаточно. Если честно, довольно сложно. Мы, когда сюда переезжали, мы переехали вдвоем. С Могилева, мой друг, Антон Коровкин. Он тоже занимается слепоездом? Да, он сейчас в национальной сборной. На ставке. Неплохие результаты показывает сейчас. На чемпионате Европы зимой, которые были во Франции, команда тоже в составе. Команда стоит из трех человек, он как раз-таки был в составе этой команды. То есть он представляет сборную нашей страны сейчас? Да, совершенно верно. Второе место заняли. Тоже неплохие результаты. Но, может быть, о ваших результатах хотелось бы тоже узнать. Мои не слишком такие высокие. Чемпион республики. Ну, не слишком высокие. Это серьезное достижение. Участвовал в чемпионате мира среди студентов в 2013 году. Занял, правда, 33 место. Вообще в нашей стране много ли людей, скажем так, увлекается этим видом спорта? Вот если брать соревнования, которые проводятся на республиканском уровне. Сейчас все регионы развиты. В Могилевской области еще есть Бобруйск. В каждом регионе по 2-3 школы. Плюс есть как раз-таки такие средние звенья. Это училище Олимпийского резерва, которое напрямую старается развить резервы для дальнейших выступлений на чемпионатах мира и Европы. И как вам наши витебские подрастающие будущие спортсмены вообще удается легко замотивировать, заинтересовать, звонить к себе? Да, потому что, во-первых, такой вид спорта не для всех. Те, кто приходят попробовать, попробовали, через месяц их уже нет. А те, которые им нравится, им нравится сама атмосфера, им нравится ездить на соревнования, выступать. Все вот это вот движение. То есть они начинают жить стрельбой из лука. И в конечном итоге остаются довольно очень сильные ребята. Ну вы вот сегодня с двумя подопечными, да? Глеб и Никита. Да. Может быть, их представите, кто как оказался? Ну, для начала хотелось бы, наверное, узнать о том месте, в котором проходят ваши тренировки. Я знаю, что они проходят на базе 17-й средней школы, родной в том числе. И для меня я там учился. А, там? Да. Но когда я там учился, это было очень давно. Никакой секции из стрельбы из лука там не существовало. Поэтому хотелось бы узнать, как давно вы практикуете свои навыки на базе 17-й средней школы. И много ли людей занимается там? В конце января этого года, 4 года было, как мы уже официально открыли, официально первые наборы пошли. Вот Никита как раз-таки, приставка. А, это мой первый набор. Давайте у ребят узнаем о том, как проходил этот набор. Сразу ли захотели попробовать свои силы вот в таком не очень обычном виде спорта. Все-таки, ну, большинство, наверное, ребят в вашем возрасте занимаются футболом. Там хотят заниматься какими-то другими видами спорта. А тут стрельба из лука. Вот что заинтересовало? Ну, у нас был просто урок в классе. Мы сидели. Вот пришел тренер с луком сразу. Мне понравилось. Я посмотрел, увидел, что что-то интересное. Сразу стрелял или только показывал? Показывал. Ну, я пришел на первый набор. Мне понравилось. Там, в принципе, было интересно все рассказано. Мне понравилось стрелять. Я тебя в первый же день пару выстрелов сделал, но и остался. Глеб, судьба ваша? То же самое. Мы тоже пришли в класс, показали лук. Мне тоже понравилось. Я пришел. Сразу начало получаться, и я остался. А если бы пришел какой-то другой тренер с другим видом спорта? Многие тренеры ходят, наверное, тоже по классам и как-то призывают прийти к себе в секцию. Но не у каждого получается мотивировать людей. Вот как удалось у вашего тренера это сделать? Что он такого рассказал, что вы захотели попробовать в своей силе? Ну, не знаю, просто внешний вид лука. Как это происходит, интересно было. Атмосфера какая. Ну, вы, Глеб, могли бы уйти в какой-то другой спорт, если бы пришел... Нет. Если бы Дениса, не знаю, опередил кто-то другой? Нет? Я хочу сказать, можно перевернуть? Ну, конечно. Как раз-таки Глеб начинал заниматься у моего коллеги. Как раз-таки у другого тренера, с кем мы открывали. И когда вот... Сколько уже прошло? Наверное, полтора года. Он переехал обратно в Могилев. Судьба вернула обратно в родные края. Я уже взял под себя, под свое начальство как-то. Ну, сейчас вот ребята уже занимаются 4 года, да, вы сказали. Уже, наверное, сами могут давать уроки новым каким-то воспитанникам, которые приходят к вам в секцию. Это очень... Это вообще... Структура должна так быть сделана, чтобы подрастающее поколение как раз-таки училось у более старшего. И чем больше более опытных спортсменов, тем легче мне создать саму систему, вот эту методику. Вот на соревнованиях обязательно... Без этого очень сложно мне одному все это что-то показывать, рассказывать. Ну, ребята помогают. Конечно, конечно. Безусловно. Если говорить вот о тех людях, которые сегодня занимаются у вас в секции, да, стрельбой из лука, но это ведь не только, наверное, школьники. Есть, наверное, люди и постарше, которых просто заинтересовал этот вид спорта, которые, может быть, узнали о вас из социальных сетей. Есть ли такие у вас спортсмены? Да, приходят попробовать, посмотреть, не отказываем. То есть есть люди постарше? Есть постарше, да. Есть постарше, но они как бы не в школе числятся. Просто для того, чтобы... Ну, вот они... Все мечта жизни у них там была. Это единственное требование, чтобы они пришли и хотели этим заниматься? Или, не знаю, к физиологическим особенностям тоже есть требования, там, не знаю, рост, длина... Любого можно научить. Можно ли? Длина укрей. Любого можно научить. Вопрос времени. Да, некоторые надо больше времени, некоторые меньше. Кому-то сразу все доходит, и кому-то надо годы, десятилетия даже. Никита, вот в какой момент вы поняли, что у вас стало получаться? Ну, никакое занятие по счету, а вот через приблизительно какое время? Ну, когда начались первые соревнования, первые мои соревнования были в Бобруйске, у нас был отбор, я туда отобрался. Это было спустя сколько? Полгода, год занятий, больше? Ой, я даже не помню. Наверное, спустя год. Спустя год, наверное. И там удалось добиться успеха? То есть, ну, какие-то медали, может быть, зерно? Ну, у нас был отбор именно среди нас. Там были и свои медали, и вот это вот все. Но в Бобруйске, это были мои первые соревнования, я там ничего не смог добиться такого. Ну, зато мы посмотрели, посмотрели на уровень, посмотрели, как это происходит. Да, я посмотрел, как соревнования проходят, мне понравилось, ну, и я остался мальше. Ну, если говорить об уровне вот этих соревнований, на которых вы успели побывать, есть ли среди них, ну, такие очень сильные спортсмены. Уровень, насколько он вообще отличается от тех спортсменов, которые туда приезжают? Есть сильные, есть слабые, или все примерно одного уровня? Есть сильные, есть слабые. Есть мастера спорта уже, да, среди вот у нас, как бы минимальные требования для самых таких молодых соревнований, это 17 лет, до 17 лет. То есть, если кто-то приезжает в 13-14 лет на эти соревнования, они соревнуются с 17-летними. То есть, это довольно, тут каждый год очень важен. Чтобы стать мастером спорта, каких результатов нужно добиться? Это нужно быть на определенных соревнованиях в медалях, и надо выполнить очковые критерии. Ну, а критерии этот сколько составляет? Ну, тут уже... Тут уже специфика, да? Да, разные дистанции. Есть у нас, мы зимой стреляем 18 метров, на улице мы стреляем в основном более взрослые 70 метров, более молодые 60 метров. Также мы можем... Некоторые старты у нас выходят, что и на 90 метров мы выходим. Вы начинали наш разговор с того, что сказали, что тренируетесь в тире, да, в 17-й школе. Ну, вот сейчас услышал, что на улице, да, есть возможность проводить тренировки. Конечно. Расскажите об этом, то есть, ну, летом, я так понимаю, на улице, зимой в помещении. Совершенно верно. Вот сейчас уже апрель, и мы начали выходить уже на улицу, потому что первые выездные соревнования уже у нас 12... Так, 11-го мая. 11-го мая в Бресте уже вывозим 6 человек, 6 спортсменов, вот, и уже надо готовиться. Ну, вот если с помещением, понятно, все должно быть оборудовано на улице, это можно занять любую площадку и заниматься там? Нет, конечно, нет, потому что техника безопасности, стрела может перелететь в щит, и нужно обязательно это все учитывать, что все мы не роботы, и спортсмены тоже могут попасть мимо. Ну, такая площадка, которая вам подходит, где вы ее нашли? Мы сейчас на стадионе «Локомотив». Вот сейчас как раз на экранах мы видим, я так понимаю, что часть вашей тренировки, вот, и я так понимаю, что девушки тоже активно участвуют в ваших тренировках. Кого больше? Парней все-таки? Вначале, что удивительно, для вообще для республики, для всего, у меня 80% было девочек. Интересно, зачем это? При открытии. Зачем это? Вот, ну, в конечном итоге, как бы, тенденция пошла... Выровнялась немножко. Выровнялась, да, в классическую, и в итоге сейчас ребят, пацанов, процентов 70-80. Я прошу прощения, Денис, я вас перебил, когда вы начали рассказывать о площадке, на которой тренируетесь. Давайте, наверное, продолжим эту мысль. Чем подходит парк железнодорожников, стадион бывший? Во-первых, самое главное, это то, что очень близко к 17-й школе. То есть детям не надо ездить в какие-то другие части города, потому что у нас была возможность и на Максима Горького открыть, и на Гагарина, это очень далеко. То есть детям добираться, когда это есть возможность все рядышком, если плохая погода, пойти в тир, если хорошая погода, заниматься. То есть мне самому, как бы, и там, и там находиться одновременно возможно тоже. Я так понимаю, что за 4 года тренировок у вас уже появился такой костяк, да, своя команда, если так можно назвать, которая, ну, постоянно тренируется, дружит, наверное, ну, как-то взаимодействует между собой. Вот ваша команда, это только тренировки, или, может быть, ну, как-то собираетесь, и в какое-то другое время выезжаете куда-то, может быть, на природу, где тоже есть возможность тренироваться вместе? У нас, когда начинается сезон, начинается как раз сейчас, в мае месяце, у нас очень много соревнований. Мы постоянно выезжаем, соревнования длятся 4 дня. Мы столько друг о друга знаем, столько общаемся, что, в принципе, нам куда-то выезжать особо и не хочется, потому что иногда бывает одна неделя в Бресте, через неделю мы уже в Минске и так далее. Но вот два года назад у нас были сборы, сделали профсоюзные организации, нам организовали сборы на берегу Лосвиды, озера. Лосвида. Лосвида, да. Десять дней мы были на сборах, очень хорошо подготовились. Ни телефонов, ничего, живая природа, бильярд, настольный теннис, плавали, сдружились, и результат очень сразу, большой скачок мы сделали. У нас девочки сразу заняли первое место на Первенстве Республики. То есть такого результата мы ещё никогда не показывали. Слушайте, всем, наверное, надо пройти вот по вашим стопам. Вот эту мысль надо сейчас запомнить, то, что очень хочется поговорить и по тренировкам, и про тренировки, и про экипировку, и будет очень много терминологии. Но для того, чтобы... Сейчас немного сделаем паузу, чтобы всё переварить, то, что мы услышали, и подготовиться к восприятию новой терминологии, мы прервёмся на урок белорусского языка, строкаты и патерки, потом вернёмся и продолжим разговор. Да. И так поступово выраз робится народным. Так отбылось и с фразеологизмом «Хварець на пана» с поэмы Якуба Колоса «Новая земля», ужитый в таком контексте. У будные дни уставали рано, нема калей хварець на пана. Утворный, видать, под уплывом устойливого слов излучения панская хвароба, якое уживается иронична праценцита таго, хто з зеленоты пратварается хворым, каб не исти на працу. Так сама хварець на пана уживается са значэннями «долга спать», «вылежваться» и вести сябе высокамерна фанабэраста, выявляючы нечаканые звычай и мкнение да раскошэ». Знов Якуб Колос «Дяджа брак прачнуся рано, будзець хлопца, усталай, хварець нечага на пана, хоть падзяку людям дай». Ти вось яшчэ адзин приклад «Бач захварэу на пана, нема того, каб аддаць дабрыдзень з людьми по людску паздаровкацам». Сябры, не забывайтеся поздоровкаться с людьми навод и незнаемыми. Усяго доброго, до встречи. В эфире «Вечерний Витебск». У нас в гостях тренер по стрельбе из лука Денис Беляцкий, его воспитанники Глеб Ланцев и Никита Приставка. Ну вот вопрос, наверное, всем, как считаете, что самое важное для того, чтобы стать хорошим стрелком? Какими, может быть, навыками нужно обладать, какими качествами? Как считаете? Ну, наверное, просто, чтобы это нравилось самому, чтобы ходить, ходить, тренироваться, ну и все получится. Сколько раз в неделю вы ходите? Пять-шесть. Пять-шесть. И не возникает желания пропустить, не пойти, отдохнуть, но все-таки это каждый день? Нет. Ну, нравится, если то. Ну, бывает, когда уроки, уроков много, устают. Нет, ну это понятно, это объективные причины. Может быть, тренер скажет, вот какие, ну не то чтобы качества, может быть, природные какие-то данные нужны для того, чтобы стать вот хорошим стрелком. Ну, вот что тут имеет значение? Мое все-таки мнение вопрос времени. С любого можно сделать. Если мы будем заниматься, будем расти, все получится. Другой вопрос, что действительно это занимает для некоторых людей десятилетия. Ну, а главные качества, которые в конечном итоге помогают у нас в нашем виде спорта, это терпение, это расслабление, это в стрессовых ситуациях себя вести естественно, чтобы мы не сжались, если хоть чуть-чуть, любые поджатия у нас происходят на соревнованиях, это влияет на полет стрелы. Полет стрелы мы подгоняем здесь в тепличных условиях, все расслаблено, все хорошо, едем на соревнования, начинается колотон, начинаем сжиматься, соответственно, вся подгонка, то, что мы подгоняли, то, что мы часами все это крутили, луки делали под спортсмена, все оказывается прекрасно. Ну, это в принципе и по жизни очень удобно это качество, я вообще смотрю на парня, они не волновались ни перед эфиром, ни в общем-то сейчас сидят совершенно спокойно, или как-то это все, ну, хорошо, но у человека, который занимается стрельбой из лука, определенно же у него будут хорошо развиты руки в физическом плане, спина, мышцы спины, зрение, наверное, тоже. Должны быть какие-то еще физиологические моменты. Да, вот правильно, зрение корректируется, но нехорошее. Если мы пришли уже с плохим зрением, то, конечно, единицы у нас не будет зрения, но хуже точно не станет. Это связано с тем, что глаз тренируется, Совершенно верно. Постоянная тренировка, постоянные мышечные усилия, вот. Что касается мышц, то у нас мышцы спины, конечно, больше всего берут нагрузку, и чем больше мы тренируемся, тем больше у нас наш корсет, вот именно мышцы там подлопаточные, трапециевидные, дельтовидные, все, что косые мышцы, широчайшие, они постоянно в тонусе, постоянно мы их, и благодаря им мы в конечном итоге делаем выстрел. Слушайте, ну, мы вот перед эфиром успели уже поддержать лук, я скажу, что он довольно тяжелый, увесистый. Вы сказали, что это лук, который вы позаимствовали у одной из девушек, которая занимается вашей секцией, вообще сколько он весит, и давайте расскажем, из чего состоит. Так, ну, лук сам по себе весит именно без растяжки в районе 3-3,5 килограмм, есть навесы, вот это вот палочки, вот эти, это стабилизация самой системы, самого лука, чтобы когда стрела вылетала, лук как можно меньше вибрировал, и сама эта вибрация как можно быстрее гасилась. Самые главные части у лука это рукояточка, вот она, в центре, и плечи, сверху и снизу. Всю нагрузку берут плечи. Чем более опытный спортсмен, тем больше растяжка, то есть у мужских луков это в районе 20-22 килограмм, у женских луков это в районе 16-19 килограмм. Он мужской от женского отличается, только весом? Видно, в принципе нет. Иногда там пытаются что-то сами производители сделать, а так только растяжением, натяжением. Тоже дети, например, начинают всегда с более легких луков, там, мы начинаем с 8-10 килограмм, и потихонечку мы растем, даем все больше, сильнее лука. Килограммов это имеется в виду сила натяжения. Сама натяжения, да. Есть, наверное, разные виды луков, то есть не только спортивные, какие-то еще, то есть вот насколько велико разнообразие, скажем так. Да, 7, ну вот у нас в Беларуси в принципе плюс-минус развивает 7 видов луков. После спортивного лука, потому что это единственный у нас на данный момент лук, который полностью развивается и спонсируется государством, так как это олимпийский вид спорта, дальше по популярности идет блочный лук. Он такой довольно маленький. Он для каких-то других целей применяет? Он тоже спортивный, но его уже неплохо, ну, довольно часто используют еще и для охоты. То есть пробиваемая сила лука, натяжение растягивать легче его за счет блоков. Он один раз, мы его растернули, стабилизировались блоками и дальше лук очень легкий. Мы можем его стоять, здесь мы не постоим, то есть надо делать выпуск, иначе нас просто сложат. Дальше после блочных луков есть традиционные луки, есть лонгбол, есть борибол. Борибол, например, лук, это тот же самый спортивный лук, только без навесов, без прицела, без системы. Это тоже сразу борибол. Тоже есть чемпионаты мира, проходят Европы. к сожалению, я не знаю, может, к счастью, я не знаю. В Беларуси у нас как бы очень развит это спортивный лук данный и блочный лук. Тоже популярность набирает по той простой причине, потому что через четыре, через восемь лет должны включить его в олимпийскую программу. Лук, который сегодня находится у нас в студии, это лук одной из ваших воспитанниц. Я так понимаю, что все-таки приобрести, наверное, такое устройство, такой лук есть не у каждого, возможность, из тех, кто занимается у вас. Вообще, много ли ребят, которые ходят в вашу секцию, имеют собственное такое оружие? Собственного никто. То есть, это один лук, которым вы пользуетесь? Нет, нет. Каждый лук на данный момент, в определенный момент, времени стреляет с каждого лука только один спортсмен. То есть, мы его настраиваем под спортсмена. Это более высокого класса. Начиная уже от второго взрослого, у каждого спортсмена есть свой лук. Более на ранних стадиях, да, с одного лука могут и три человека стрелять, и четыре. Но как только его уже взял спортсмен, который с ним будет работать постоянно, он хранится только у вас, и к нему доступ имеет только один спортсмен. Только один спортсмен. Расскажите нам немножко, вообще, как проходят и тренировки, и в чем заключается непосредственно само соревнование. Сколько есть времени, я не знаю, на выстрел, сколько допускается выстрелов, потому что, ну вот, все это нам, например, пока не очень хорошо знакомо. кто побеждает, то есть тот, кто попал в яблочко, так называемое, или правило отличается от привычного большинства. так, самое важное, это то, что у нас мы зимой стреляем одну дистанцию, это 18 метров, а летом взрослые стреляют 70 метров, дети 60 метров. Сразу можете объяснить, почему такая огромная разница в дистанции зимой и летом? Почему 18 метров? Почему 70-60 метров, это, это как бы... Нет, почему 18 зимой и... Нет, я просто могу сказать, что 70-60 метров это уже очень давно, и сам вид спорта, он предназначен именно, ну, как бы, для более дальней дистанции. Почему 18 метров зимой? Все просто для того, чтобы найти помещение, найти манежи очень сложно, найти... И в итоге Международная Федерация Стрельба из Лука приняла решение, что зимние чемпионаты проходят именно на 18 метров. В закрытых помещениях. В закрытых помещениях, да. Сами соревнования до недавнего времени давалось 240 секунд на 6 выстрелов, это квалификация у нас. 6 выстрелов нужно сделать подряд? Да, за 240 секунд. С этого сезона, уже вот с мая месяца, сейчас который будет, урезали время, сейчас уже дает 180 секунд на 240... 180 секунд на 6 выстрелов. Это квалификация. 6 серий мы делаем, и так мы дважды делаем. Всего 12 выстрелов, получается, да? Нет, нет. 6 серий по 6 стрел. 36 выстрелов. 36, я понимаю. Перерыв, еще раз мы делаем 36 выстрелов, это называется программа «Олимпийский круг». И все результаты, я так понимаю, суммируются, какие-то очки подсчитываются. Да, да, да. Мишень очень... 122 сантиметра в диаметре, довольно большая. Десятка имеет 12,2 сантиметра. Ну и каждый, получается, отсек от 10 до 1 имеет по 12,2 сантиметра. По квалификации определяется первое, второе, третье. Итак, далее, например, до 32. Начинается следующий день, это дуэли. Тот под первой квалификации... Дуэли, я надеюсь, не друг напротив друга участники. Нет, друг с дружкой становятся и стреляют в одну мишень. Тут уже по 3 стрелы стреляются, делают выстрелы. Кто попадает больше, тому дается 2 очка. Если ничья, то по одному. Кто набирает 6 очков в первой, тот выиграл. Это сеты, как в большом теннисе. Очень похожая ситуация. Если счет 5-5, выстрел делают по одной стреле, выстрел это называется перестрелка. Кто ближе к центру попадает, тот выиграл. Проходят дальше. В 1-8 финал, в 1-4, в 1-2, и так до финала. Мы уже поговорили о Луке, который сегодня присутствует у нас в студии, но есть и другой инвентарь, атрибутика. Давайте про нее расскажем. Это стрелы. Я так понимаю, что они тоже имеют свои особенности, ну и плюс какие-то защитные вещи, которые тоже сегодня у нас присутствуют. Да. Вот эта вот синенькая штучка, это нагрудник. Мы его вешаем на грудь, чтобы тетива не цепляла ни маечку, ни рубашечку, а проскальзывала. Дальше. Сам колчан, он предназначен только для хранения стрел, но также для ручек, там что-то записать. Вот у нас есть счетчик. Вот у нас это такая штучка, которая постоянно мы измеряем, сколько мы делаем на стрел в день. То есть более младшие делают маленькие на стрелы, дальше мы выходим на 120, 150, на 200. На стрелы это что такое? Это вот сколько за тренировку, количество выстрелов, сколько мы за тренировку сможем их сделать. Более опытные спортсмены уже делают по 200, 220 выстрелов. Более, скажем так, молодые, начинают там 50, 30 выстрелов. Стрелы сами. Тоже сама стрела состоит из пули, из непосредственно карбоновой части, длина стрелы, имеет разную жесткость. Для более легких ловов надо более жесткие стрелы, мягче стрелы, для более тяжелых более жестче. Мягко, когда мы... Так, перышки и хвостик. Это стрела. Они все одинакового веса, они универсальны? Нет, нет, нет. В чем отличие? В жесткости. В жесткости. Вот, каждая стрела имеет разную жесткость. Более мягкие стрелы предназначены для более легких луков. Более жесткие стрелы для более тяжелых. Вот это стрелы девочки, поэтому они, во-первых, короче, коротенькие, ручки короткие, соответственно, они сами короткие. Более длинные, для Глеба, для Никиты уже надо подлиннее стрелы и более жесткие. То есть им и удобнее, да? И им и неудобнее. Им и просто надо, да? Да, мы не сможем подогнать лук под них. Стрела будет очень... Выбивать то в одну сторону, то в другую. Наша задача, чтобы при вылете одну в другую и стабилизировать ровненько при теле. Чем ровнее она летит, тем лучше для нас. Чем более стабильно она попадает. Так же из атрибута все или еще что-то? Есть напаличник. Это чтобы не травмировать руку? Нет, это уже более профессионально. Мы постоянно все должны одевать. Во-первых, здесь вот такая штучка называется фига. Она разделяет средний указательный палец, чтобы мы не жали хвостик стрелы. Вот здесь вот. А, когда она вылетает, чтобы не травмировать? Да, если мы... Нет, нет, нет. Если мы сожмем хвостик, стрела просто полетит вверх. Понятно. И очень важно не касаться. Вот и кожа. Если мы постоянно много стреляем, то в любом случае без напаличника мы не сможем сделать такие большие настрелы, как мы делаем. Я хотел бы еще... Буквально у нас есть несколько минут для того, чтобы поговорить о стрельбе из лука. Глеб, такой блиц. Где нравится больше? На улице или в помещении? На улице. Почему? Ну, там дальше дистанция, то есть интереснее стрелять. Но там влияет же, наверное, ветер, погода. Надо выносить там. То есть поправки какие-то делать, поправки на ветер, да. Какие-то погодные условия. Да, да, да. Интереснее, чем в помещении. Хорошо. Никита, где? Ну, наверное, тоже больше на улице. Опять же, интереснее делать какие-то поправки. Не просто как в помещении встал, стрельнул, ушел. Там надо как-то подумать, размыслить. Вам просто надоело, наверное, за зиму, да, тренироваться в помещении. Как мы сейчас вышли на улицу, да, и теперь как-то в удовольствие это все. Да, даже мне. Какие у вас ближайшие планы, помимо того, что тренировки сейчас будут проходить на улице, в том числе, какие-то соревнования, может быть, будут, и даже за ними как-то можно следить у нас? Да, да, уже вот сезон начинается. В мае месяце два старта у нас. Уезжаем в Брест 10 числа, 10 мая. С 11 по 14 будет соревнование. Кубок открытый сезон он называется. Мы открываем сезон. Там уже разделяются на юниоров, на взрослых, на юношей и девушек. Дальше у нас следующий старт уже через две недели, 25 числа, в городе Минске, уже Кубок Республики. Тут стреляем только взрослые упражнения. И вот ребята, что Никита, что Глеб, поедут уже стрелять со взрослыми, получать опыт. Мы в команде будем троем. То есть вы тоже участвуете? Я тоже участвуете. Я до сих пор стреляю. Да, я не сомневаюсь. Вы сегодня всей командой пришли к нам в гости? Да, да. В принципе, на данный момент, на ближайший сезон, это наша мужская команда. Ну и последний вопрос у меня остается. Мы обсудили все атрибуты, которые вы применяете на тренировках. Лук, стрелы, какие-то вещи, которые применяются для защиты. Но я вот в видеоролике, который мы посмотрели, увидел еще один атрибут. Это такой своеобразный головной убор, который очень напоминает тот, который мы видели в фильмах о Робин Гуди, да? Робине Гуди, вот. И на других изображениях этого героя вот именно этот головной убор присутствует. Скажите, это что? Это дань уважения или, может быть, эта вещь приносит, ну, удачу спортсмену? Нет, нет, это традиция. Это я с этого начинал. У меня каждый спортсмен, кто приходит, делает первый выстрел. Я всегда одеваю эту шапочку. Вот. И как бы мы... То есть такой своеобразный ритуал посвящения. Да, ритуал посвящения, как в Гарри Поттере, шапка, которая распределяет папа. Распределительная шляпа, да. Да, да. Ну, здорово. Спасибо за то, что пришли к нам сегодня в гости. Мы желаем, чтобы ваш вид спорта продолжал развиваться в нашем городе. Успехов вам на соревнованиях и только первых мест. Прямо сейчас посмотрим рубрику афиши. После этого вернемся в студию и продолжим беседу. Спасибо. У белорусским театра «Лялька» спектакль «Ох и золотая табакерка». Спектакль-импровизация по мотивах белорусской народной каски на две идеи различны на деток от шасси годов, подшаток от 13-й години. В художественном музее Витебска выставочный проект Татьяны Наговицыной «3003». Важной характеристикой творчества автора является передача эмоций и настроения. На выставке представлено около 40 работ. Все они выполнены акварелью, в авторской технике и характеризуются как чувственный символизм. В культурно-историческом комплексе «Двина» персональная выставка витебского художника Тимура Гарипова «Легенды о любви». Представлена живопись и графика. Эта работа по мотивам биографии реальных исторических личностей, героев из легенд и сказок. В эфире «Вечерний Витебск». У нас в гостях директор Витебского областного отделения Белорусского детского фонда Ольга Олеговна Обухова. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о работе вашей организации, как давно она существует и какие задачи сегодня перед ней стоят. Белорусский детский фонд – это одна из старейших общественных организаций Республики Беларусь. Мы работаем с 1988 года, когда фонд стал правоприемником детского фонда имени Ленина, который существовал в Советском Союзе. Следует отметить, что бессменным руководителем, директором Белорусского детского фонда является Александр Васильевич Трухан, который с самого первого дня возглавляет эту замечательную организацию. Согласно уставу, у нас есть в каждой области председатель также, президиум и правление. В Витебской области председателем является Вера Николаевна Остапенко. Это заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского областного полкома. В состав президиума областного отделения Белорусского детского фонда входят работники структурных подразделений Витебского областного полкома, представители учреждений и организаций. Кроме этого, в каждом городе и районе Витебской области у нас есть член правления областного отделения Белорусского детского фонда, который непосредственно помогает нам организовывать эту работу по всей Витебской области. Какие задачи перед вами стоят? Я так понимаю, что вы помогаете детям. Вот как это происходит? Согласно уставу, главной нашей задачей является оказание помощи детям. В первую очередь, конечно, это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также все остальные несовершеннолетние, которые находятся в той или иной сложной жизненной ситуации. Причем сложная жизненная ситуация может быть вызвана разными факторами. Это как сложная материальная ситуация семьи, либо отсутствие жилья, либо другие какие-то факторы, болезнь самого ребенка или болезнь члена семьи, или другая ситуация, при которой фонд может оказать любую и материальную помощь, и организационную помощь, и поддержку, и, может быть, приобретение одежды, обуви, оборудование, ну и так далее. Вот говоря о том, что может оказать и материальную поддержку, да и, в принципе, вся эта деятельность требует определенных расходов. Каким образом этот фонд пополняется? Это пожертвование или еще какие-то есть пути? Да, фонд существует на пожертвования, причем добровольные пожертвования, как юридических лиц, так и физических лиц. Кроме этого, это спонсорская помощь. Ну а также мы рассчитываем на доброту и широту сердец наших граждан, которые откликаются. Ну для этого, конечно, мы проводим очень большую работу по продвижению информации о нашей организации путем и распространения листовок, и личных непосредственных контактов, встреч. Кроме этого, у нас есть страница в социальной сети, ну и также разнообразная сувенирная продукция, которую мы распространяем с нашей информацией. Давайте расскажем о наиболее важных и значимых мероприятиях, акциях, которые вы провели за последний год, скажем так, в нашем регионе. Где проходили эти акции, ну и, собственно, какие цели преследовали? Ну, фонд работает по календарным датам, можно так сказать, естественно. То есть начиная с нового года главная наша акция – это наши дети, и дальше в течение года по календарю. Ну, если останавливаться конкретно по самым значимым мероприятиям, это, конечно же, акция «Наши дети». В текущем году было направлено более 40 тысяч белорусских рублей для организации этой акции. Каким образом мы оказываем помощь детям? Это детские дома семейного типа. В этом году 19 детских домов семейного типа по всей Витебской области получили бытовую технику, мебель, товары для дома, ну и, конечно же, сладкие подарки для детей. Кроме этого, мы помогаем семьям, оказываем материальную помощь, покупаем подарки детям. Например, в городе Витебске совместно с председателем областного профсоюза работников науки и образования мы посетили 4 детских сада, в которых посещают дети и инвалиды. Вот все эти дети, 100 детей, получили сладкие большие подарки. Кроме этого, у нас с театром «Лялька» налажены хорошие отношения, и мы организовываем благотворительные спектакли. Здесь уже для детей из многодетных семей, из приемных и других замещающих семей. Далее у нас, скажем так, по календарю проходит акция «Зеленый витамин». Это посадочная компания, когда на приусадебных участках все семьи занимаются посадками огорода. Мы закупаем семена овощных растений и предлагаем по всей Витебской области семьям, которые в этом нуждаются. Так вот, в этом году уже 93 семьи получили полные комплекты семян для посадки на своих приусадебных участках. Эта акция в этом году немножко расширится, и мы проведем конкурс на лучшую фотографию по результатам этой акции. Потому что все равно в течение сезона ребята, когда засаживают огород, а также когда собирают урожай, они любят фотографироваться, присылают нам фотографии, мы их публикуем в социальной сети. Поэтому в этом году мы проведем конкурс. Далее, как правило, проходит республиканская акция «Дом без насилия», когда мы оказываем помощь совместно с государственными учреждениями, организациями, семьям, там, где есть какая-то проблема в этой семье. Это, как правило, дети, которые признаны находящимися в социально опасном положении, ну и другие семьи. В этом году мы приобретали обои, мебель для детских комнат, одежду, также продуктовые наборы для детей. Знаете, по тому, как вы рассказываете, я понимаю, что это огромная работа, и мне крайне любопытно, кто же этим всем занимается. Вы в самом начале, конечно, сказали, кто руководит, кто курирует это все в областях, но я понимаю, что все равно это должен быть либо штат людей, либо команда людей. Сколько человек работает в Витебской организации, да, кроме вас, и у кого какие обязанности? Ну, штат у нас, на самом деле, небольшой. Вот у нас есть председатель, есть президиум, который помогает непосредственно организовывать мероприятие, рекомендует, где нужна помощь, как ее правильно распределить. У нас есть бухгалтер, ну и штат, в общем-то, все, закончился. Закончился. Кроме этого, у нас есть волонтеры, которые помогают нам работать. Это университет Машерова, большое им спасибо. Там есть волонтерский центр. Ну, следует отметить, что у нас в президиуме есть представители университета Машерова, и в правлении также есть, мы очень тесно с ними сотрудничаем. Ну и, как я уже сказала, конечно, огромную помощь оказывают члены правления в городах и районах, которые знают непосредственно семьи, которые знают, кому и какая нужна помощь, и которые помогают в организации закупок того, чего необходимо, ну а также передачи в семьи. То есть инициатива исходит как раз-таки из таких мелких населенных пунктов, или к вам могут, в общем-то, обращаться непосредственно сами семьи напрямую? Ну, вы знаете, сложилась такая практика, что все-таки мы работаем по обращениям из государственных органов. Ну, это, как правило, управление отдела по образованию, социально-педагогический центр. Почему так сложилось? Ну, потому что они владеют ситуацией на местах. Вот, мы рассматриваем их обращение, и, как правило, ну, никогда никому не отказываем. Ольга Олеговна, я знаю, что совсем недавно вы вернулись из Ушачьского района, где вместе с детьми принимали участие в посадке аллеи возле средней школы. Расскажите, кто принял участие в этой акции, и, ну, может быть, о том, как она прошла, насколько понравилось детям? Вот такая акция прошла впервые, когда мы закладывали аллеи, но мы уже решили о том, что она станет традиционной. Дело в том, что в этом году, как известно, у нас год исторической памяти. И такое интересное событие, что в Ушачьих поставлено на учет, то есть официальный статус районной организации Белорусского детского фонда они получили абсолютно недавно, буквально во второй половине 2021 года. И там очень инициатива исходит непосредственно от руководства Ушачьского райисполкома. Очень большая поддержка, они хотят работать с фондом. Они очень активно содействуют в привлечении денежных средств для развития благотворительных программ фонда. Ну, и мы им предложили такую инициативу по благоустройству изначально. Решили все это продумать, и было предложение о том, что нужно заложить аллею. Потом мы рассматривали, какие деревья лучше посадить, но в Ушачьих сложилась традиция, что у них благоустройство проводится туями. И как мы посмотрели, увидели, когда мы побывали в Ушачьих, на самом деле очень большая территория благоустроена с помощью вот этих деревьев, которые, как известно, обладают целебными свойствами. Участие в мероприятии непосредственно принимало и руководство райисполкома, а также руководитель учреждения района. Кроме этого, конечно же, главными героями были дети. Это дети из многодетных семей, дети-инвалиды, а также дети из детского дома семейного типа, который находится в агрогородке Ореховно Ушачьихского района. Мы считаем, что мероприятие имело очень важное воспитательное значение, поскольку посадка деревьев – это очень полезно для детей. Дети приняли в этом участие, они будут наблюдать за тем, как растут эти деревья, они будут показывать непосредственно, какое дерево они посадили друг другу, и когда они вырастут, они смогут показать возможный своим детям свою роль, вклад в то, как они приняли участие в благоустройстве своего родного поселка. Ну, дети остались довольны, я так понимаю, что еще получили и сладкие подарки. Да, мы ездили в преддверии Пасхи, и дети все получили сладкие подарки, конечно же, сувениры от нашего отделения. Они очень любят наши календарики, наши значки с нашей символикой. Конечно, дети остались довольны, мы получаем до сих пор очень много положительных отзывов, позитивных отзывов. Я думаю, что такая традиция продолжится обязательно. У нас будет возможность виртуально побывать в Ушачьихском районе. Ну, я там побывал реально. Ты побывал реально, а мы с нашими телезрителями побываем через экран телевизора. Но расскажите, может быть, несколько кратко, в ближайшее время, что вы еще готовите, и, может быть, где будут проходить какие-то мероприятия с вашим участием? Ну, мы сейчас активно готовимся к празднованию Международного дня защиты детей. Это вот как раз-таки календарная дата, о которой я говорила. Центральным событием станет проведение благотворительного концерта «Подари радость детям». Концерт пройдет уже в этом году во второй раз. Примет его в этом году актовый зал главного корпуса университета Машерова. Уже определена дата, это 26 мая. Афиши будут в городе Витебске. Самым интересным моментом этого концерта является то, что любой желающий может принести подарки для детей-сирот, которые мы потом собираем и передаем. В этом году целевая группа этого концерта – Витебский областной специализированный дом ребенка. Кроме этого, некоторые подарки мы передаем в социально-педагогический приют, который расположен на территории Витебского района. Кроме этого, ко дню защиты детей у нас пройдет очень большое мероприятие в театре «Лялька». Полный зал будет детей. Там будет игровая развлекательная программа, специально разработанная по нашей просьбе. Каждый ребенок, а их будет 123, полный зал, они все получат подарки, и все получат шары по случаю такого замечательного праздника. Ну, конечно же, спектакль. С впечатлениями, конечно, после успеха. Да, конечно же. Вот, они получат шары, там будут сладкие подарки. Это замечательное мероприятие. Еще основным, очень важным событием Дня защиты детей является подведение итогов областного конкурса на получение премии для талантливых детей. То есть это школьники, которые проявили себя в течение учебного года в творческой деятельности. Именно в творческой, не в учебных предметах, а получили дипломы, стали лауреатами творческих конкурсов. Премия будет вручаться уже в третий раз в этом году. И у нас традиционно так сложилось, что итоги премии объявляются в эфире радио «Витебск» 1 июня, в День защиты детей. Это очень важное событие. Как правило, пятеро детей получают эту премию. Реальные денежные вознаграждения. В прошлом году это было по 300 рублей каждому ребенку. Ну, окончательное решение принимает президиум. Поэтому вот такое важное событие. Кроме этого, 1 июня, в День защиты детей, городской коррекционно развивающий центр обучения и реабилитации вручит подарки каждому своему маленькому воспитаннику. Подарки уже закуплены. То есть там и сладкие, там и предметы гигиены тоже хорошие подарки. Ну, запланировано еще несколько мероприятий, которые мы потом объявим заранее. Ольга Олеговна, спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня в гости. И спасибо за то, что вы делаете для детей, которые сегодня нуждаются в помощи. Желаем, чтобы в этой помощи, наверное, в нашей области нуждалось как можно меньше детей, чтобы как можно больше детей в нашем регионе улыбались и были счастливы. Прямо сейчас посмотрим сюжет об открытии новой аллеи в Ушачах. После этого вернемся в студию. Нас ждет еще музыкальный номер. Не глядяши на то, что у нашей краине белорусский дитячий фонд, працуя с 88-го, офицейный статус в Ушацким районе организация набыла только летость, дякаючи инициативе мясовых уладов. За один год активного супрацовництва разом поспели зарабить шмат. Испыняться на досягнутым не планують. Мы получили от Белорусского детского фонда шикарный подарок для нашей семьи, которая проживает в доме семейного типа. Это была мягкая мебель. Немножко ранее, к сентябрю, Белорусский детский фонд предложил Ушачскому району гуманитарную помощь в виде новой детской обуви. Мы ее тоже раздали детям, которые нуждались в этом. У нас порядка 30 семей, находящихся в социально опасном положении. Инвалиды больше 20, приемные, опекунские, детей около 40. Различные мероприятия, воспитательные, творческие дела для нас не новые. Мы живем, мы варимся в этом соку, мы живем этой жизнью. Но сейчас наша работа получила такой еще оттенок благотворительности, милосердия, большего добра благодаря Белорусскому детскому фонду. В 2021 году Витебское областное отделение Белорусского детского фонда накировало на доброчинность больше за 150 тысяч рублей. Допомогали детям сошмадетных, неополных, социально небеспечных семей и инвалидам. Ушачскому району передали подлетковый обуток, подарунки до Международного дня, обороны детей, сродки оховы и дезинфекции. Высадка аллеи с 40 туй, присвеченный году гисторичной памяти, еще один суместный проект областного отделения детячего фонду и ушатского райвы Конкама. Вечно зеленые древы упрыгожили территорию мясцовой средней школы. А допомогли изробить родный поселок еще больше прыгожим, шмадетные семьи, дети-сироты и инвалиды, а так само представники установ и организации района. Приятно принять участие, так как кустики там из-за дома садили, но это с детьми один на один, а тут общие, детей много, им интересно. Конечно, они с удовольствием это делали. После закладки аллеи у всех удельников акции чекали приемные подарунки. С початку концерт от юных талентов, а потом солодкие почастунки от Витебского областного отделения Белорусского детячего фонду. И вядома шмат добрых и становочих эмоций. В эфире «Вечерний Витебск». Прямо сейчас в нашей студии выступит Виктория Лобковская. Мы же с вами прощаемся, увидимся на том же самом месте в то же самое время. До завтра. Всем нескучного вечера. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!